Привет, зритель! Снимаю на свою обычную видеокамеру Sony, которая 4 с лишним лет. Так, у меня тут мясо свиное, отбитое. Почти сутки мариновалось в домашнем вине, которое мне задарила подружка и привезла из хрен знает откуда другая ее подружка. Короче, оно было на красной и черной смородине, а еще на как его там, крыжовнике. Потом, значит, я в нем отмачивала мясо. Там был еще этот соевый соус, который у меня там внизу. Потом тут у нас, я каждый... Был кусок мяса, я его располовинила, отбила с двух сторон отбивалкой. Потом залила, оно у меня стояло. Потом, значит, я туда засыпала розмарина, молотого перца, смесь перцев 4 штуки. Потом, блин, как звать-то его? Мускатного ореха тоже молотого. Потом положила щепотку на глаз черного тмина, почистила картошки, тоже туда зафигачила. У меня пакет во время тушения слегка, запекания, лопнул, потому что я забыла его проткнуть. И бульон по большей части впитался в картошку. Совсем чуть-чуть бульона было. Ну и мясо у меня по ходу дела слиплось. Вот там видно, как я ем. Но, блин, мне так нравится черный тминь, даже с картошкой. Так как кукпет откинул копыта практически, то я, соответственно, в один день словил бисунницу вручную практически почти, ну, все свои рецепты вручную скопировала в файл. Но у меня как-то так слиплось, хоть я его даже делала изначально. Но теперь это один такой большой кусок слипшийся. Кошка, я тебе тоже дам, не переживай. Это был вообще карбонат свиной. Ну, так вот, я когда... Во! Надо было только кончик срезать, чтобы оно отлиплось. Я когда копировала рецепты в свои файлы. Вдруг обнаружила, что я уже так делала мясо с картошкой в пакете. И что, это правда вкусно. Да. И вообще много всяких интересных своих рецептов обнаружила. Проказала, совсем давно забыла. И вообще забыла, что они у меня были. И что я уже что-то такое делала. И искала, какие-то похожи. Ну, типа, такие рецепты искала, а они оказались у меня уже были. Ну, в смысле, я уже что-то такое делала. И поняла, что у меня вполне себе не всегда всяких меняемых рецептов. Ты уже слопала. Нельзя так быстро жрать. На! Давно я уже было полотенечко. У меня еще слегка нос течет. Ибо я тут был на воздухе. Да и вообще. И какие-то, ну так как у меня картошка вообще была трех сортов, какая-то там желтенькая, такая беленькая, какая-то между беленькой и желтенькой, какая-то быстрее. Доходит какая-то меньше. Где-то 185 градусов у меня час оно пеклось, потом я еще минут на 7 поставила подогреться. И вот какая-то картошка совсем мягкая. Какая-то мягкая и сочная. Какая-то я ее брала, проминала, мне казалось, что она вообще такая сухая-сухая. Но ничего, не все такие мягкие. Короче, очень вкусно вышелся. Я решила, думаю, что бы не пошлить на камеру. Я к тому же сегодня разобралась в одном из трех ящиков тумбочки. Не, возможно, надо было, не надо стол насиловать, сейчас я тебе дам. порезать мясо заранее, а не только положить все на тарелочку и чайничек согреть. Но как-то вот, уж как получилось. Я уж подумала, может, я забыла, она записана ведь. Но так как тут клавиша стоп, то не написано красным рек, значит, она все-таки пишет. На всякий случай достоверилась. Действительно писалась. Мясо немножко суховато, видимо, за счет того, что у меня пакет лопнул. Ну и не то, чтобы совсем суховато, но мягкое. Но я думала, оно будет более, более мягкое. Совсем такое, мягкое-мягкое. Но я забыла проткнуть пакет. Пакет лопнул, и там такая приличная дырочка была. И эта дырочка была в основе как раз над мясом. От этой картохи досталось больше вина. Хотя там соевого соуса с вином ну где-то вот допустим на 5, ну 3 части вина 4 части соевого соуса. И немного так было. Я до этого стакан вина использовала. И чуть поменьше соевого соуса. И еще у меня там был сам опальный соус брусничный. И вот было ну очень так. Мне еще тогда кто-то в каментах посоветовал, что типа зачем ты вливаешь маринад, прям в этом запекай. И тогда очень чувствовалась эта брусника и вино. и почти не чувствовался соевый соус. Ну тоже интересный вариант. Я потом на основе этого бульона сделала еще соус. Добавила туда муки и еще что-то. Добавляла дело с этим с киноом, с картохой, с чем-то еще. С рисом вроде даже. тут тоже как бы он был этот бульон но выкипел почти весь. Он такой густой-густой стал, да? Совсем чуть-чуть пакетики осталось, но у меня его отжала товарищница. Видно ее там, да, наверное? Слушай, ты так быстро мясо сжираешь. Хозяин. Получится так, что ты сожрешь мясо больше, чем хозяин. Поэтому я тебе вот кусочек отъезжу. Такой маленький кусочек. сантиметр на ну, где-то полтора на полтора. На полтора. Да. Какая вкусная картоха. Ну, какой-то картохе очень сильно досталось этого маринада. А какой-то не очень. А какой-то совсем почти не досталось, потому что она поверх мяса лежала. и мясо в этот раз оно не плавало в маринаде, как тогда. Ну, и картоха у меня была вот такая малюсенькая, чуть побольше. Побольше части мелкая. Делай шучек. Я там оттопли открыла на щелочку на проветривание, но как-то холодновато надо прикрыть его. я так думаю. Кошка, больше, но жирная. Нельзя столько жрать мяса. На-на. Нельзя сама же возьмешь. Закрыла совсем. Что, слопала уже? Ну, еще есть. как бы по концу, это надо и картошку, наверное, порезать. А не целиком ее брать? А то прибежет какая-нибудь там. У меня была какая-то зрительница, которая вечно возникала по любому поводу. Я правда не помню ее ник. Возможно, это была даже не одна такая зрительница. я доставала крючок, чтобы присобачить к шкафу внутри шкафа, чтобы повесить туда чехол для фотобокса, куда еще кольцевые лампы сложила. И мне попали все эти палочки мои, которые Никитар просто мне подарили. Учебные специальные для левши. Я подумала так, может, мясо палочками пожрать. Потому что дело как-то, я купила как-то этих роллов, что ли, или не по-дого. И мне взрывали, что надо типа есть палочками. Но я как-то ела этими палочками учебными. Кто-то взрывал, что не умеешь не берись, кто-то взрывал, что вроде нормально, ну, как обычно. тут полугало, может, надо было достать эти палочки. Кстати, может, и достать. Я, правда, им и так давно не пользовалась, но как-то встала на них лапами. Видно что, да? О, какая вот это держать. но они же не ножом пользуются, вроде как-то палочками сами подцепляют это все. Эти азиаты. А то хрен ли, в каком году мне Никиту подарил. В девятнадцатом или восемнадцатом не, в девятнадцатом по-моему чай присылал. В восемнадцатом наверное, фиг знает. А я их почти не пользую. Но их просила чисто это, ну как, роллы есть там, да? Потому что обычные палочки у меня хоть и есть, но я вообще не представляю, как... Мне не получается их держать так, чтобы вот так вот было. А тут вот скрепленные специально палочки. ой. Хе-хе-хе. Так. Наверное, надо все-таки это вилкой придержать, чтобы разрезать там. это как бы левша, но мне не принципиально, но по ходу дела мне удобнее резать левой рукой. Ну, иногда и правой. Хотя у меня вот одна подружка, она все время была правша. И тут стала пользоваться левой рукой чаще, чем правой. Я стала загоняться, бывает ли так. Я говорю, ну, наверное, бывает, ведь знает. Есть же эти люди, которые не той, не другой рукой. Не надо меня стул царапать. Ты, по идее, так уже мясо прилично съела. Мне кажется, ты практически целый кусок мяса съела. Хотя я не планировала хобот с собой за два раза съесть. Немножко с собой поделиться. А получилось походу дело ты с хозяином поделилась. А я смогла отломить кусочек картошинки палочками. Нормой. У тебя вообще там есть очень вкусный супчик. Хозяин его уже свой съела, а у тебя еще остался. во, я отломила. Теперь бы еще это как-то подцепить. То есть, ты все равно хочешь, кусочек? Да, во! Кошка, хозяин только думал тебя достать, а ты сама прискакала. Ну, нельзя быть настолько наглой. это и так он уже вполне себе слетенькая. На! Вообще! Это при том, что этот жук вчера напакостил. Под ванной и на кухне под столом. Даже не сколько под столом, сколько под табуреточкой, на которой стоит полочка, в которой стоит электропечка, в которой делалось это мясо, наверху этой полочки стоит микроволновка. как они так отщипывают. О! Где картошка совсем мягкая, она отщипывается сама. В смысле вообще легко. Правда, не все. Котя, не нагреет. То, что у нас тут в тарелке было, я хоть и выложила, но я планировала это на два раза раздалить. правда, я сегодня ем тот второй раз. в тарелку может больше в тарелку пью, чем в камеру в этот раз. после мы кусочек все до сих пор остановитесь у нас было в тарелке и пляже generating dysfunction Кто бы там что ни говорил про меня. Разломавшаяся картошечка. У меня там липа заварена, а в другом чайнике зеленый чай белая обезьяна, а в чай у меня самополежили. Поняв, что больше мяса нету, мы сварили. Разломавшаяся картошка местами разломалась так, что блин хрен ее подцепишь. Только ложкой доедать. Кстати, у меня же есть ложка. Что я тут странаю? У меня есть ложка, которой я засыпала в специи мелко порубленные. Удивительно. Я думала, что мне этого хватит даже без кошки на пару раз. Видимо, я есть хотела больше, чем рассчитывала, чем ожидала. морковь. Ну как, я хотела поесть, а потом сходить помогли проветать, помойку выкинуть. Потом поняла, что я очень хочу на воздух. вот эти семена на липли, не оставлять же эти вкусные семена. Как бы у меня и хлеб есть, но что-то я принадлогла. в смысле, чтоб достать. Семена идите сюда. Палочки тоже потом помоем. Сейчас чаючку налью. И вот я снова отутаю. Правда, чай у меня слегка, похоже, дело подостыло, либо у меня заварки чуть больше было налито. Это, короче, суфле, точнее, желе на основе морса из перетертой клюквы с сахаром. Частично клюква 20-го года выпуска. И желатин. Миксаем. Я вроде его артикул придала в телегу, того, который покупала. Он есть на Вайберсе, есть на Лу. Берете морс, процеживаете его на случай всяких зернышек и шкурок. Берете мисочку. Кидаете туда чайную ложку с хвостиком желатина. Заливаете морсом и даете ему постоять минут 5-10. Как заметите, что весь желатин такой уже туда проплыл. Суете его в микроволновку на полминутки. Достаете, если кажется, что что-то не хватает на максималку, то суете еще на полминутки. Перемешиваете. При желании наливаете еще процеженного морса. Еще раз перемешиваете. И ставите там на какое-нибудь окно, в холодильник, на балкон, еще где холодно. И будет вам желе. Я второй раз уже такое делаю. Давай до мисочки. Если побольше желатина положить, или погуще какой-нибудь там сиропчик дать, то, соответственно, уже мармеладик будет, а не желе. Рецепт получен совершенно воздушным, волшебным методом тыка. Экспериментом. Миксеновский желатин, кстати, вообще безвкусный. Бывает желатин, ты его чувствуешь прям. А бывает какой-то желатин типа халяль. Видимо, миксеновский как раз типа халяль, который, ну, на вайбере где-то просто был какой-то желатин. Написано было халяль. И в скобочках. Безвкусы дополнительного. Надо будет ее вымать и заново добавить. варенье. У меня тут еще варенье есть. Малина плюс клоя по земляничкам. Добрый дядечка. Пудурил. Родственник. Ну, как бы, наверное, он двоюродный брат моей мамы. Наверное, так. Ну, что он дедушкин племянник. У моего дедушки Полине Малой. Ну, сейчас попалась именно Маринка. О, как было видно. Так как тут только я его хомячу, кошка-то нет, то я его прямо из банки хомячу. Ну, так-то, если уж совсем придираться, можно взять какую-нибудь пиалочку, приобреть туда. Или пиалочку хомячу. Почему липовый чай? Мне просто ночью проспичала попить чаю и почему-то захотелось именно липы. Здесь у меня липа. Причём такая, я её как бы в руке в пакете пожамкала. Она такая почти мелковолотая. А здесь у меня зелёный чай, белая обезьяна. Так как чашка масенькая. А уже в руке нафига сила много. Сейчас много вот холодный чай. Хоть он и горячий. Чайник практически совсем такой полный. за счёт чего слегка тяжеловатенький. Одной рукой вытягать с плиты досюда. Ну, как бы ощущаешь его. У меня там ещё на окне есть варенье из дикой сливы. И нашей деревенской. Позапрошлогодней. Я на основе своё сиропа делала маршмеллоу. На ножа тоже слопанная. Так, чисто. Эксперименты ради. Сироп. Я даже завидосила на телефон, но пока ещё не клеила. Типа шорта. Сироп. Желатин. И вода. Вода, чтоб желатин на 2. А сироп? Ну, чтоб случился этот маршмеллоу. Специальная ложка отсыживала в стаканчик. Чтоб было 150 мл. Теперь рука липкая слегка. Всё такое типа натурпродукт. Никаких конфет никакого сахара. Хотя я тут собираюсь делать этот молочный сахар. Раньше на механке я мелкая была. Бабушка варила его. Мама варила его. Ну, как-то это в Советском Союзе и в 90-х варили часто этот молочный сахар. Опять молочный сахар сейчас мои родственники варят. Но я его как-то не довелась мне попробовать в современном мире. Я думаю, можно налить 1 литр, засунуть чашку только без ушки. Вот этот самый. в микроволновку подогреть. Тут липовые цветочки плавают. Кажись, это от прошлогоднего сбора липа какая-то. У меня ещё где-то позапрошлогоднего есть липа. Я её встречала, когда разбирала траву в полочке чайной, но забыла куда-то сундучила. В смысле, в какую коробочку. Эту чашку мне на прошлый Новый год сёстры подарили. Там ещё это, такая как бы супница, только без ушек. Тут с ушками. Ой, а там была без ушек. Даже не супница, а салатница. Ну что, спасибо тебе за компанию. Я надеюсь, что пахал. Пока.